Привет, дорогие мои зрители! Второй обзор тоже на видео с Амвелла Адамяна. Ира позвонила и понеслось, ребят. Звонок Ирины. А Синка всё тут же, на планетной, у мамки. Некуда ему деться, наверное. Мамка-подружка, и здесь зарабатываются деньги очень быстро. Включил телефон мамку в студию. Рот открыли и понеслось. Итак, позвонила Ира. Что вы там делаете, спрашивает Ирина. Значит, всё-таки частенько она позванивает матери. Другое дело, что мамка не всегда хочет трубочку брать. Давайте тоже правду скажем. Но связь держит дочь. Что вы там делаете? Амвел делится с Ирой, что вот очень хорошо мама стала выглядеть. И сахар после больницы, то скакал, был очень высокий. Сейчас более-менее нормализовался. Ты знаешь, Ира, она хорошо выглядит. Так вот, в чём причина. Ира объяснила. Ребята, я где-то соглашусь даже. Дело не в препаратах, не в таблитосах. Дело в правильном питании. Наверное, в режиме. Вернее, вот так будет, да, сказать. В режиме питания. Василина, как она признаётся, не спит ночами. Сидит в Ютубе, смотрит телевизор. А потом у неё поздний завтрак. Она очень поздно просыпается. Поздний завтрак. А потом же обязательно перекус. А после перекуса, вот он уже обед. Она через каждых там полчаса или через час, она кушает. Она ест, ест, ест. После обеда опять перекус, опять ужин. И кто из нас поверит, что после ужина она ничего не ест? Ребята, конечно же, жрёт, а не ест. Если человек всю ночь не спит, будет она голодная лежать на диване? Нет, конечно. Пошла в кухоньку, чего-то там грызнула, окуснула. Через полчасика опять. А как ест, Татьяна Васильевна? Вы перекусы все видели? Тареляка супу. Бутербродик. Тодише огурчик с икрой. А потом же, например, яблочком закусыла. Мы же всё это видели. А потом вот так вот орешков сожрать. Вот вам и пожалуйста. Вот вам сахар и шкалит. Сейчас её перевели на трёхразовое питание без всяких перекусов. Потому что у бабушки перекус был равен полноценному приёму пищи. Полноценному обеду. Она не понимает, что перекус – это маленький какой-то кусочек яблочка. Можно съесть. Или ей сказали огурчик, а киви – маленький кусочек. Без хлеба, безо всего. А у неё перекус – это обычный приём пищи. Вот сейчас стала есть три раза в день, и ситуация поменялась. Сахар немножко уменьшился. Слава тебе, Господи. И быстрей речь заводим за поездку. За поездку в Ставропольский край. Что-то Самвел передумал. Отпускать мамку свою. Я читала много раз, девчонки и мальчишки. Вы писали мне, что зачем Самвелу отпускать свою маму? Это для него ходячий контент. А что он потом будет снимать? Ну, возможно, вы и правы. Но судя по тому, что он только что говорил в этом видео, я понимаю, что всё-таки он за неё переживает. Единственный тот человек, который здраво рассуждает. Я бы, например, тоже маму свою никуда не отпустила. Примерьте на себя ситуацию. В таком возрасте, в такую далёкую дальнюю дорогу, с такими заболеваниями серьёзными, кто о ней там будет заботиться? Если, не дай бог, что-то случится, кто будет её спасать? Кто-то будет платить бешеные деньги и носиться с ней по частным клиникам? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Мы все с вами знаем Эдика. И помним ту их трапезу, когда одна рыбка на пятерых была пожарена, а мамке оторвали жареную голову. На, мама, ты ж любишь голову. Не будет он носиться с ней, ребят. Поэтому Севкая говорит, куда её отпускать? Пусть сидит здесь дома. У Иеры противоположное мнение. Своё вы, зрители, напишите в комментариях. Но Ирина говорит, так что теперь? Сидеть дома, никуда из хаты не вылазить, из квартиры не выходить. Речь идёт про коронавирус. Только что переболела. А в дорогу дальнюю, говорит Самвел, в автобусе сколько человек? Тридцать, пятьдесят? Все чихают, кашляют. Не дай бог что. Ничего с ней не будет. Дома вот сидела и заразилась. Что ж теперь поделать? Мамка у нас такая путешественница, любит турпоездки. Она такая авантюристка, говорит Ира. Вот эти доводы меня немножко посмешили. Вот ты знаешь, мне кажется, она такая женщина, боевая, авантюристка. Ничего с ней не случится. А вот эти вот очереди, ребят, на границе. Действительно людей много. Ну, это же не секрет. Ну, сколько разных. Может кто-то и не болеть. А носителем вируса являться и старая Татьяна Васильевна. Это же не молодуха. Это не молодой организм, ребят. Ослаблен, не защищён. Тоже, я так думаю, нужно поберечься. Ира говорит, нет, пусть себе едет. Чё особенного вообще? Что она там будет делать? Ты представляешь, как она будет там возбуждена? Она будет там на взводе. Придут все эти родственники, 30 человек. Предложение от Самвела. Ребята, ПЦР-тесты пусть все сдают, кто сильно хочется с Васильевной встретиться. Нормальный ход вообще? Да кому она нужна, Севка? И ты сам это прекрасно знаешь. Вот просто как английская королева. Сейчас к ней в очередь все родственники армянские выстроятся, чтобы челом бить и подарки дарить, подарки вручать и челом бить, поклоны на коленях подползать. Вы дети, мне кажется, вот Самвел, как бы к нему я обращаюсь, сильно большое внимание уделяете вашей маме и её персону на такой высокий пьедестал сами задвинули. Кто она такая? Да никто. Обычная бабуся. Для этих армян, ну когда-то там, сто лет назад, она была одной из невесток. И что? Всю жизнь люди прожили, ни разу про неё не вспомнили. Никто ни разу весточку не подал, ни телефона не взяли, не позвонили. За всю жизнь, за кучу десятилетий. Сейчас просто, ну ты подумай, королевична приедет, сдавайте все ПЦР-тесты, чтобы мамку увидеть, достояние республики. Пусть едет, Ира говорит. Нет, у Самвела другое видение, ребята. Вот Эдичка, если хочет, говорит Севка, пусть приедет своей машиной, заберёт маму и повезёт её в своей машине. То есть не будет, да, этого скопления людей. Вот в своей машине вдвоём Эдичка и мамка привезёт, пожалуйста. Или ты, например, Ирина. Ребят, вот это мне предложение от Севки. Очень даже зашло на ура. Очень понравилось. Вот давай, Ира, бери машину, говорит Самвел, и повези маму туда. Я? Да сейчас. Чё это я туда поеду? Я помню, Эдичка всегда в трансляциях, ребят, когда ему задают вопрос, чё вы не приглашаете отца, родственников, он всегда отвечает. А мы никого не обязаны приглашать. Это родные люди. Они сами, когда захотят, тогда и приедут. Я тысячу раз говорила. Без разницы. Родные, двоюродные, троюродные, чужие. Люди сами не приедут. Извините. Пригласить нужно. Пригласить и сказать, Самвел, приезжай, пожалуйста, с мамой в гости. Ира, с семьёй, бери девчонок с мужьями. Приезжайте к нам, пожалуйста, в гости. Мы всегда вас ждём. Мы будем очень рады. Эти слова нужно говорить. Нужно приглашать людей. Действительно, как это Ира села и поехала? Она говорит, меня там никто не ждёт. И кто меня туда приглашал? Ну, не в этом дело, ребята. Мне очень понравилось, как она сказала. До свидос! Девочки, это прозвучало очень феерично. До свидос! Вот вам и ответ на все, без исключения, вопросы. Это я к тому, что пусть Ира заберёт маму на месяц, на полгода. Пусть она поухаживает за мамой. Освободит Самвела, чтобы отдохнул. Все услышали? Я думаю, что вот этот ответ Ирины очень сюда подходит. Вот так она относится к матери в любой ситуации. То ли отвези маму в Ставрополье к сыну, то ли возьми маму к себе немножко, да, освободи своего брата, чтобы отдохнул. До свидос, ребята! Вот и всё. Жирная-жирная точка поставлена или расставлена над всеми. И мне сейчас абсолютно ясна картина, кто есть кто, кто как относится, к кому. Никуда эта Васильевна отсевки не денется, и никому она не нужна. Позвонить раз в день – это одно. А заботиться про человека, брать на себя ответственность девчонке – это совсем другое. Нафиг оно ей не надо. Да, соглашусь, у неё есть чем и кем заниматься. Есть семья, есть дети, есть внуки. Вот и сейчас слышим по телефону – родик там, вместе с Ирой. Это всё понятно. Но долг дочерний, он же всё равно существует перед матерью? Или как вы считаете? Мы родителей не выбираем, и родители детей не выбирают. Но вот так, как есть. На ответ прозвучал – до свидос, ребята! Вот и всё. И так, мне кажется, никуда эта Васильевна не поедет. Сказал Самвел своей сестричке – безалаберная ты, точно такая же, как и твоя мать. Болтаете только? Всё, мама, бросай трубку, хватит. Она филолог, мы её переговорить не сможем. Только при чём тут филолог? Вы все болтливые, вас, каждого возьми, остановить невозможно. Просто словесный понос. Шо мамка, шо Ира, Самвел, Эдичка, Диана. Ребят, даже родик. Ну что, неправда? Все болтливые, рот не закрывается. Услышала я мнение Иры, ребятки. Всё стало на свои места. Ну, думаю, что Васильевна всё-таки Севку будет дожимать. Вот пусть она себя, говорит Ира про маму, зарекомендует с хорошей стороны, докажет своё поведение. Пусть посидит, выработает режим, правильное питание, чтобы ты был уверен, что если она поедет в Ставропольский край, она будет придерживаться, да, всех вот этих вот часовых рамок, кушать по времени, знать, что ей можно, что нельзя. Кто в это верит, девочки? Поднимите руки. Кто в это верит? Баба Таня будет соблюдать режим? Я не могу понять. Ира же с ней не живёт. Не заботится о ней. Что она так хочет её сбагрить туда? Вот мне как-то непонятно. Ну, серьёзно. Может быть, из большой любви к Самвелу, к своему брату, чтобы действительно он немножко отдохнул, только уже сейчас, за счёт Эдика, да? Потому что комментарии ведь читает в Инстаграм. Ире пишут, и пишут всё время. Возьми к себе мать, позаботься о ней. Так, может быть, Ира решила лучше к Эдичке его сбагрить. Её, вернее, мамашку эту. Не знаю, ребят, но почему-то мне кажется, что поедет мать в Ставропольский край. Придёт время, лето будет, тепло. И мы ещё будем её наблюдать там, среди родственников. Вот только вопрос в другом. Не стыдно будет? Вот совершенно, абсолютно. Вот точно так же, как сейчас я со своего экрана слышу в адрес зрителей определение от Татьяны Васильевны. Оти, падлы, суки, оти, воны ж меня дивлятся и чуют. Это про нас с вами. Чтоб вы понимали. А то я думаю, как мы до 50 лет дожили, кто до 60, кто до 70 ли. Мы все, зрители. И даже не понимали, кто мы такие. А здесь нам Татьяна Васильевна всё разъяснила, объяснила, по полочкам разложила. Падлы, суки такие. Ну, конечно. А чего от вас ещё следовало бы ожидать, Татьяна Васильевна? И вы потом ещё обижаетесь, да, Самвел? Что зрители вас критикуют? Что зрители высказываются? Смешно. Очень смешно. На любой мамкину выходку слышим в ответ Севкина. Хе-хе-хе, ха-ха-ха. Жду ваши комментарии, дорогие мои. До вечера.